Где часа, Соня? Это на карбат. Да. В изучении английского языка шестилетняя Софья делает только первые шаги. Занятие начинается с аудирования и попытки запомнить сложные и пока еще совсем непонятные слова. Я люблю больше всего говорить фрукты. Почему? Потому что они легкие. Куда сложнее приходится брату Софьи, девятикласснику Илье Шишкину. Предстоящий основной государственный экзамен ему придется сдавать после дистанционного обучения, в которое класс то и дело отправляли из-за пандемии COVID-19. Когда только пандемия началась, мы были совершенно не готовы к дистанционному обучению. И погружение это произошло слишком резко. И оно было стрессовым как для детей, как для учителей, так и для родителей. Родители были в панике, где найти всю технику, как изучить все информационные платформы, как подключаться, чаты взрывались просто от сообщений в этот период. Учителя тоже, особенно учителя в возрасте, они испытали много трудностей. В результате снижение успеваемости, нежелание выполнять домашнюю работу и, как следствие, запущенная программа. Репетитору по русскому языку теперь приходится платить 600 рублей, по математике 500 и 475 по английскому языку. Все за академический час. Это еще в семье Шишкиных прилично сэкономили. От предложений, которые пачками выкладываются в интернет, и реальных цен за дополнительные знания становятся не по себе. От 600 до 3 и 3,5 тысяч рублей требуют, к примеру, репетиторы по математике и физике. Чтобы подтянуть знания по английскому языку, придется выложить от полутора до трех тысяч и выше. Цена варьируется вообще в таких диапазонах неожиданных порой. Порой, да. Но как бы мы нашли для себя приемлемых по цене педагогов, но при этом и качественно предоставляющих знания. Но индивидуальные занятия, утверждают эксперты, подходят далеко не каждому ребенку. Гораздо более эффективными и полезными для некоторых станут групповые, особенно если дело касается изучения языков. Во-первых, в группе проще отработать диалоги, а во-вторых, между педагогом и учениками происходит общение в режиме реального времени. И самое главное, занятие в группах сильно не ударит по родительскому карману, что тоже является приятным бонусом. Стоимость академического часа в группе стоит 400 рублей. То есть 45 минут, 400 рублей, 3200 месяца обучения. Как правило, дети у нас занимаются два раза в неделю по 45 минут. Это мы говорим о, например, дошкольниках плюс начальная школа. Подростки, они занимаются уже побольше, 55 минут, и в этом случае стоимость 475 рублей за академический час. Если индивидуальный формат, то 800 рублей стоит занятие. Еще один формат дополнительного обучения, который довольно прочно вошел в нашу жизнь, это общение с репетитором онлайн. Главное его преимущество – занятие может идти из любой точки мира. Бывает такое, что подростки, они отказываются прям камеру включать в телефоне. Это тоже частый случай, мы с этим стараемся работать с помощью родителей, с помощью именно разговоров. Потому что, конечно, однозначно эффективнее, когда ты видишь человека, видишь его реакцию. Не только слышишь голос, но и понимаешь, насколько усваивается материал именно просто в визуальном контакте. Параллельно с подготовкой КГ Илья Шишкин занимается английским дополнительно. Молодой человек планирует сдать международный экзамен на знание языка и выучиться на программиста. Для этого нужно как раз тут очень хорошо знать английский, так как там много очень программ написано именно на английском языке. Да и в принципе очень много кто из IT-сферы разговаривает только на английском языке, так же как и для коммуникации. Это очень полезно. Ну а шестилетняя Софья в этом году впервые пойдет в школу. Девочка так же, как и брат, начала заниматься английским в раннем возрасте, как и прежде. Предпочтение родители Соне отдали групповым занятиям для детей младшего возраста. Ольга Павлова, Николай Сидоров, Константин Головин. События.